Легенды Крыма Разбойничья пещера Кизельташское предание Много лет прошло, как увезли в Сибирь Алима А старокрымская гречанка, укачивая дитя, все еще поет песенку об удальце, который не знал пощады, когда нападал, но глаза которого казались взглядом лани, когда он брал на руки ребенка И в долгие зимние вечера, когда в трубе завылает ветер и шумит недобрым шумом бушующий море, татары любят, сидя очага, послушать рассказ старика о последнем джигите Крыма, Алиме, которым гордились горы, потому что в нем жило безумие храброго и потому что никогда не знали от него обиды слабый и бедняк Шел прямо к сердцу Алимов кинжал, взмах шашки его рассекал пополам человека и заколдованная пуля умела свернуть за скалу, чтобы настичь укрывающуюся Как грозы боялись люди Алима, и во всей округе только один человек искал встречи с ним, то был старый Карасубазарский начальник, о котором рассказывали, что кулак его тяжелее к антарной гире, а вот от острова взгляда его не укрыться даже под землей Семь лет подряд только о нем, да об Алиме говорил Крым Семь раз за эти годы попадал Алим в руки стражи и семь раз, разбив кандалы, успевал бежать в тарактарские леса, в Ногайскую степь А в горах и в степи вся татарская молодежь стояла за него и старые хаджи, совершая намаз, призывали лишний раз имя Аллаха, чтобы он оградил Алима от неминующей беды Нависла над ним черная туча, и знали об этом мудрые старики, ибо нельзя было плясать на одной веревке двум плясунам, как говорила тучский мула В тот год стояла в Крыму небывалая стужа, терпел бедняк, но было не лучше богачу, так как по дорогам шел стон от Алимова разбоя Алима видели в разных местах, появлялся он в местечках и в городках, и был даже слух, что заходил к самому Карасубазарскому начальнику, предлагал ему выдать Алима Говорили в народе, что начальник сказал, будет Алим в моих руках, сто карбованцев тебе Засмеялся Алим, крикнул начальнику, вот был Алим в твоих руках, да не умел ты взять его Прыгнул в окно и искакал из города, не догнала погоня, белый конь Алимов был о трех ноздрях, с тремя отдушинами в груди, чтобы три дня мог скасать безознока Тогда двинули со всех сторон стражи и окружили трактажский лес, но Алима не нашли Успел вовремя предупредить от узких кефиджи и Алим ушел в Кизильташ Там была пещера, где укрывались разбойники в ненасти и откуда шел ход в подземелье А в подземелье хранились Алимовая добыча и запасы Была и другая пещера со святой водой, которая целила раны и удваивала силы людей Здесь, в Кегельташе, притих на время Алим Знали об этом только от узких кефиджи, да его подручный Батал Но Батал готов был скорее проглотить свой язык, чем выдать Алима Любил и баловал Алим его сиротку, маленькую Шашне И слал ей через отца то турецкую феску, то расшитые попучи, то золотую серьгу Хвастала Шашне, показывая подругам новые подарки Будет большой, весь Кизильташский клад отдаст ей Алим и сам женится на ней Услышала о том дочь грека Дангалака, сказала отцу Отец боялся Алима и не любил его, потому что когда боишься, всегда не любишь И к тому же была между ними кровь Убил Алим в разбое родича Дангалака Чуть свет поскакал Дангалак в город, а к вечеру в отузы прибыл начальник и собрал сход Коршуном поглядел он на татар, чтобы курица из деревни не вышла, чтобы голубь заколется и не парил Пока Алим не будет в моих руках И поняли татары, что пришел Алиму конец Никто не спал в деревне в эту ночь Визжал вихрем шайтан по дороге Ломал деревья по садам Мертвым стуком стучал в дверь труса и кидался на прохожего бешеным ливнем Жутко было идти стражам по Кизильташской тропе Жутью душал лес на горье И гулом гудел облажной дождь Сбегая тысячу потоков в ущелье Кизильташской котловины Не ждали разбойники в эту ночь никого И укрывшись в Чекмене Спали в разбойничьей пещере вокруг догоравшего костра Спал и Алим зыбким сном Видел, будто забыл испеть к ночи святой воды Как делал всегда И вбегает в святую пещеру Но в источнике вместо воды кипит кровь А сверху с ускалы свесили кольцами черные змеи И одна из них скользкая и холодная Обвела его шею узлом Скрикнул Алим от боли Открыл глаза и увидел над собой громадного человека Который давил ему грудь и сжимал горло Высказан Алим, но удар под сердце лишил его сознания А когда я снулся, то уже лежал связанным вместе со всей шайкой Здравствуй, Алим Был ты у меня в гостях? Теперь, видишь, я к тебе пришел Говорил над ним кто-то Потемнело опять во глазах Алима А когда вновь пришел в себя Был день, и не ищли его на носилках вдоль деревенской улицы Точно вымерла вся деревня Ни души не было видно Прятались все от взора начальника Посмотрел начальник на Алима Точно что-то спросил И ответил Алим взором Знаю, не будешь больше джигитов в Крыму К полудню сельского управления собрались арбы К которым были прикованы разбойники В кандалах лежал Алим, а с ним кефиджи с баталом Все было готово, чтобы тронуться в путь Собралась вся деревня Вышел из правления начальник Плакал, ласкал, ласкал из к отцу баталова шашне Не плачь, сказал начальник девочки Скоро отец вернется И посмотрев на Алима, добавил Чуть было не забыл За мной ведь долг Помнишь, я обещал, когда Алим будет в моих руках Стук арбованцев тебе Алим в моих руках Деньги твои Отдай их ей Показал Алим на девочку Арбы медленно двинулись в путь И уже навсегда увезли из гор Алима Пояснение крымской легенде о разбойничьей пещере Кицельтаж лежит в семи верстах Ататуза В сторону от Федосийско-Шудакского шоссе Со времен Севастопольской войны Здесь учрежден монастырь Богомольцы после службы обыкновенно посещают монастырские пещеры Из которых одна называется Святой А другая Разбойничей Кеппин в 1837 году Когда еще не было монастыря Писал, что близ Атус В верстах в шести от деревни Несколько вправо от дороги Тарактажской Есть в скале Кызылтажской пещера Глубиной на 17 шагов Которая иногда привлекает к себе Богомольцев В конце Оной на столе Заменяющим алтарь при образе Лежит обломок беломраменной плиты Величиной вершков 5 На коем иссечен лейк какого-то святого Судя по венцу окружающему главу На кустах у этой пещеры Посетитель видит множество разноцветных лоскутков Которые богомольцы отрывают от платья больного И вешают на кусты Помолившись об исцелении его источника в пещере Разбойничья пещера находится ниже святой Ее образуют две сброшенных огромных скалы Предание об этой пещере сообщил мне местный грек Петр Егорович Дживарджи Это предание связано с именем разбойника Алима Хорошо известного Крыму по народному рассказу и песням Поют о нем и татарские челгыджи на перах И местные гречанки укачивают детей Как говорила мне помещица Елизавета Ставровна Должичева Из рода Цирули Алим из деревни Зуи под Симферополем Разбойничал в Крыму в 40-х годах 19-го столетия Это был последний из ряда джигитов С которыми русской власти пришлось считаться по присоединению Крыма к России Он пользовался огромной популярностью И несомненной поддержкой среди татарского населения края До безумия смелый и дерзкий Алим, говорят Отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск Был не раз окружен и схвачен Но каждый раз бежал из тюрьмы Пока наконец в 1850 году По наказанию шестью тысячами ударов розок Был сослан в каторгу Кэфиджи, содержатель кофейни Карасубазарским начальником в то время был Павел Михайлович Жизневский Славившийся богатырской силой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова